Вакцинация против гриппа стартовала в Тобольске в начале сентября. В этом году, отмечают врачи, она весьма популярна. Сказывается эпидемиологическая обстановка. Уровень заболеваемости коронавирусом растет с каждым днем. В регионе больше 130 человек за сутки. В стране около 14 тысяч. Респираторные заболевания подрывают иммунитет. Ставлю каждый год. Почему? Работала в детском саду. Ну вот нынче первый год не работаю. Съездила в поликлинику, поставила. Я считаю, что как бы не заболеешь. Я не ставлю, я на пенсии и никуда не хожу. Я хочу, чтобы мои внуки ставили, им поставили. И слава богу, они перенесли очень хорошо. Нет, нет. А почему? Ну, я никогда грипп не знаю, что такое. Зачем мне его трогать? Прививают детей и взрослых. Уже более 20 тысяч человек. Достаточно иметь полис ОМС. В этом году у нас две вакцины, обе российского производства. Это вакцина СОВИГРИП и вакцина ФЛЮМ. Пациент имеет право, ну, ему также при осмотре может и врач порекомендовать, какой из них они похожи по своему составу поставить. Либо вот сам выбирает, когда ему рассказывают, как бы, про эти прививки. Вакцинация особенно показана людям с хроническими заболеваниями, чтобы укрепить сопротивляемость организма. Но есть и противопоказания. Например, острый пик какого-то заболевания, даже стандартной простуды. Реакция организма в этом случае может быть сложной. Основные противопоказания – это если вы раньше ставили прививку от гриппа, и у вас на нее была аллергическая реакция, то, естественно, уже не рекомендовано ставить. И второе – это реакция на куриный белок. У кого она подтверждена, имеется. Кто не ест куриные яйца, тому, конечно, и не рекомендовано, потому что основа делается вакцины на курином белке. Поставить прививку можно как в центральной поликлинике, так и в отделениях. В подгорной части на улице Третья Трудовая, в Менделеево и на улице Красноармейской. Можно вакцинироваться организованно. Всем коллективом к вам приедут прямо на работу. Для работников Сибура вакцинация проходит каждый год прямо на заводе. В этом году традиционные сезонные мероприятия усилили еще и выдачей комплекса витаминов. По словам медиков, они помогут повысить защитные свойства организма осенью и снизить риск заболеваемости. Мы уже дважды раздали всем сотрудникам препарат орбидол, гриппферон и поливитамины. На сегодняшний день дополнительно у нас проходит вакцинация от гриппа, которая в свою очередь тоже является неспецифическим формированием коллективного иммунитета, который позволит нам не так тяжело и не так много переболеть коронавирусом. Напомним, что еще в середине марта, когда коронавирус только делал первые шаги по России, именно ЗАПСИП «Нефтехим» ввел комплекс достаточно жестких профилактических мероприятий, в том числе переход на вахтовый режим работы. Весенний опыт доказал, что максимально возможный карантин и превентивная профилактическая работа являются наиболее действенным способом противостоять коронавирусу. Ежегодно стараюсь прививаться, потому что, во-первых, нужно подумать о себе, о близких, о тех людях, с кем работаешь, чтобы в коллективе у нас иммунитет вырабатывался. Поэтому стараюсь придерживаться прививочных графиков. Как говорят медики, любая прививка – не гарантия того, что болезнь обойдет стороной. Однако риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.